19 апреля под председательством президента республики Узбекистан Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам повышения результативности системы работы в разрезе махалей и обеспечения занятости населения. На совещании были рассмотрены первые результаты деятельности помощников хакимов. Отмечалось, что за три месяца они провели изучение 6 миллионов 900 тысяч домохозяйств и разделили их на четыре категории. Вследствие этих мер начали работу 47 тысяч предпринимателей. Запущено 8 тысяч малых проектов в сферах производства и услуг. Еще 2,5 тысячи предприятий расширили свои мощности. Глава государства положительно оценил результаты и отметил, что такие большие цифры достигнуты впервые в истории. Под руководством президента были обсуждены итоги деятельности помощников хакимов в плане поддержки предпринимательства и инициатив, а также создания новых рабочих мест. Были обозначены новые планы и задачи. В частности, особый акцент сделан на трудоустройстве граждан, особенно женщин, путем развития системы надомного труда. И был представлен проект постановления по данному вопросу. В чем он заключается? Дело в том, что изучения на местах показали, что львиную долю безработных составляют женщины, а порядка 30-40% представительниц прекрасной половины вообще никогда не привлекались к трудовой деятельности. Еще столько же женщин работали совсем непродолжительный срок, а затем по различным причинам, к примеру, в связи с декретным отпуском, прерывали трудовую деятельность и больше нигде не работали. Были созданы паспорты по каждой женщине. После согласования с предпринимателями решено было привлечь их к надомному труду. Иными словами, они, находясь дома, могут работать, получать прибыль без отрыва от семьи. Определен целый ряд льгот. Во-первых, их можно трудоустраивать на основе гражданского договора. Это освобождает бизнес от лишней нагрузки. Даны также льготы по налогообложению, той продукции, что производится в системе надомного труда. По республике планируется трудоустроить таким образом 100 тысяч человек. Я помощник Хакима Янгульского района в сходе граждан Махали Юксалич. В первую очередь, на основе определенного президентом конкретного адресного положения, я начал свою деятельность с проведения переписи, в которой полностью охватил все 625 домохозяйств Махали и разделил их на четыре категории. В четвертой 76%, в первой, второй и третий, остальные 24%. Выявлено 125 безработных граждан. Одной из основных точек роста Махали является производство чехлов для сидений автомобилей. В 52 домохозяйствах занимаются швейным делом в этом направлении. В процессе беседы они отметили, что напряжение в электросети слабое и отсутствуют рабочие места. Я направил эти вопросы Хакима области, и они нашли свое решение. Повысился интерес уместных жителей к швейному делу, и на этой основе в 52 домохозяйствах трудоустроили 81 безработного человека. На сегодняшний день число таких домохозяйств достигло 80. Обратился с предложением к руководителю страны по созданию в Махале микропромышленной зоны, в результате чего обеспечим занятость 44 человека, а также создадим рабочие места для 37 выпускников общеобразовательных школ. Я рад, что у меня была возможность непосредственного диалога с президентом. Будем эффективно реализовывать на практике. Поставлены перед нами большие задачи. На сегодняшнем совещании глава государства дал конкретные поручения. Сделав соответствующие выводы, мы выполним их до конца этого года. Глава государства подвел определенные итоги по повышению эффективности работы Махалабай и дал конкретные поручения на этот счет. Задачи, поставленные перед Советом фермерских дыхканских хозяйств и владельцев приусадебных участков, можно определить следующим образом. Во-первых, необходимо задействовать всевозможные приусадебные участки в Махалях с низким уровнем социально-экономического развития в качестве драйвера. Нужно в частности поднять культуру использования частных угодий, приучить к тому, чтобы как минимум два раза в год получать урожай. В то же время предстоит уделить особое внимание созданию компактных теплиц. В этом плане, в соответствии с постановлением президента при Совете создан фонд. Фонд имеет возможность льготного кредитования. Эти средства будут в первую очередь направляться на создание теплиц из легких конструкций с солнечными батареями. В зависимости от специфики региона, там будут выращиваться цитрусовые, зелень, помидоры, огурцы. Мы собираемся привлечь опытных земледельцев, чтобы они обучали население. Помимо этого, даны поручения по сотрудничеству с агентством сокращения бедности. Это касается повышения доходности домохозяйств, увеличения разведения скота и птицы в особенности, так как можно заниматься продажей куриного мяса и яиц. В данном аспекте дано поручение по обеспечению инкубаторами. Будут приняты меры, посодействуя в приобретении инкубаторов в 1500 махалях по предложениям помощников Хакима. Третье направление заключается в бурении артезианских колодцев в селениях с трудностями с водоснабжением. В установленном порядке на эти цели будут представлены субсидии. Главная задача превратить приусадебный участок в источник постоянного стабильного дохода.